так махаем всем привет девочки привет вам с юга украины сегодня в прямом эфире с вами аленка магиард привет сегодня будем работать с цветочками значит задание месяца у нас цветы цветы ручной работы несмотря на то что даже я не делают цветы и для меня это большая сложность тем не менее с нашими цветами происходит волшебство линейка фэнтези цветов производителя это одна отдельная история скажем так эта линейка очень большая и самое главное она разнообразная значит когда вы зайдете и увидите сколько производитель разработал эксклюзивных ножей для создания цветов вы просто не поверите своим глазам конечно есть бестселлеры любимцы и они настолько эксклюзивные и они настолько узнаваемые что эти ножи знают все я не особый любитель но тем не менее и я не удержалась и у меня есть парочка ножей для вырубки на самом деле их намного больше это просто у меня их пара ну вот они такие значит все они качественные все они продуманные они продуманные в плане пасева они продуманные в плане размеров они продуманные в плане дизайна они продуманные в плане их использования да то есть это те ножи которые вы купите и вас будут они постоянно в деле крутиться даже вот у меня они в деле несмотря на то что цветы для меня большая сложность значит у меня есть два ножа роза распущенная и вот это вот гардензия пятнистая фантазийная еще есть лилии всевозможные первоцветы там есть ну очень-очень много вы зайдите обязательно посмотрите значит цветы физалиса сделаны именно с этого ножа значит когда я получила эту посылку когда я получила эту посылку не знаю как но я сразу увидела эти физалис значит вот эта работа сделана на одном дыхании сейчас я эту розу тоже вам покажу сделано на одном дыхании а все почему потому что ножи вдохновляют даже не цветочников как я я очень быстро их сделала и оформила и видите очень даже неплохо получилась работа значит это вот это пятнистая гортензия фантазийная мы с нее сегодня сделаем физалис я покажу как делать это вообще не сложно но пару секунд вам отступления расскажу про розу там вот выше уже заметили да значит про розу конечно эти розы это бестселлер эти розы любят все значит у меня не рваная у меня вот краешек ровный есть еще рваная сейчас я вам ее тоже покажу значит вот это вот с рваной розы работа сделано да а вот из моей розы вот это вот эти ножи вот так вот они оформлены значит режут идеально делают все идеально сделаны на самой обычной черте чертежная бумаги для черчения для акварелька я уже вот не пункт акварель когда сделаны вообще легко быстро и смотрите как хорошо смотрится у меня был чипик от фэнтези я хотела его так оформить от цветов белых красивых у меня подходящих не было поэтому я быстро раз-два и с помощью этих ножей сделала вот такие вот цветы это видите именно роза ровная вот она есть еще нож роза рваная вот она рваная значит чтоб вы понимали рваная конечно гораздо популярнее чем ровная мне еще не посчастливилось стать обладательницей рваной розы но я думаю что я это исправлю значит вот она смотрите давайте я буду вот так вот это топпер и мои я их делала к паске да уже ясно и конечно основным украшением этих топпер являются цветы как ни крути они играют здесь ведущую главную роль они потому что просто красивые и неповторимы и все эти розы знают все их любят и все ними работы значит вот тоже тэжик под бабочкой спрятана спрятан цветок из этой розы так всем привет кто присоединяется я уже не буду отвлекаться чтобы мысли не сбивать всем всем привет значит вот тоже это же роза видите серединка засыпана бисером тоже очень эффектно смотрится дальше вот опять же это роза очень я их люблю сразу скажу делаю их не я сейчас расскажу все вот она и вот она сейчас я достану она такая вот и на маленькую работу хорошая на большую она и стеснением она из прожилками ее называют рваная роза все почему-то ведь здесь сколько работ у меня с этой рваной розой и холст домой последний предпоследний очень всем понравившийся я очень хочу чтоб он украшал мастерскую фэнтези я думаю что он все-таки уедет к леночке нашей и будет украшать ленину мастерскую магазин магазин наверное магазин все таки так вот она и вот еще одну работу не показала так это мы пока убираем и вот еще одну работу не показала это тоже из моего ножа нерваной розы если вам быстренько покажу что вы видели такие вот розы это самые первые мои розы конечно немножко заломились но суть вам ясно да вот она такая более скажем нежная аккуратная когда рваная она более такая раскрытая то это более нежная и аккуратная выходит вот без цвета в нашем деле никак и хочу вам знаете еще что сказать что вот эти вот все цветы фэнтези пользуются не только там дизайн-команда наши покупатели на украинском рынке цветочных фей которые продают цветы они у нас наши фэнтези просто обожают я сейчас вам покажу цветы которые делают девочки на продажу ножами фэнтези смотрите ну понятно цветочные феи смотрите как удачный вариант закрученных листочков не вовнутрь а по периметру видите они вот на карандашик их прикручивают вот смотрите это все нашими ножами фэнтези серединка просто усыпана бисером вы можете сделать красный бисер это если новогодняя яркая работа вы можете ну любой бисер сюда насыпать бусинки в общем вот как хорошо досмотрится правда очень красиво дальше вот это распущенная роза это наша украинская мастерица очень популярная благодаря нашим ножам она делает вот такие вот цветы сейчас так вот вам покажу вы их могли видеть моих работах это тоже наши ножи как фэнтези это рваная розочка то есть я вам показываю да сегодня вот розы сделаем из гортензии пятнистой фантазийной так это моя скраб подружка настена тоже делает цветы у нее есть этот нож рваная роза видите можно и вовнутрь закрутить бутон можно и бисера насыпать очень хорошая идея вот это с бисером да у меня там какая то есть а вот вот это вот работа вот эти этот цветочек очень хорошие и удачные во всех работах он и для девочек и для женщины какая цветочная полянка да потом это все поселяется на работах и ну цветы и всегда украшение наших работ они у нас всегда цветочные они у нас всегда красивые и очень хорошо вы не накупитесь цветов потому что тот тот цвет тот тот нужен нежнее темнее ярче да у вас есть ножик вы себе раз прокрутили в машинке нужный вам цвет подобрали под работу сразу тут же быстро на месте вы не платите за доставку не ждете пока вам кто-то их сделает нож цветочный это то что должно быть даже у них среди щек не цветочника вот даже у меня на подхвате парочка ножей есть без этого никак так видите обязательно сходите в магазин погуляйте там по цветочным разделом так все присоединяются ничего не пишут рассматривают да все так наши до цветочный также не забываем что кроме объемных ножей есть ножи плоские у нас цветочные ними тоже мы дополняем наши цветочные композиции без них тоже никак есть и полевые и вы знаете да я этот очень нож люблю за то что его делить можно очень красивый и конечно же ниточки без них вообще никак и тычиночки это все тоже помогает нам украсить нашу цветочную работу ну без этого никак соответственно что что хотела вам сказать ну вот они же у меня и здесь вы видите веточка зеленушка понятно что если вы сделали розу роза голой быть не может вот к чему под розу вы всегда подложите какие-то листочки значит я очень надеюсь что все хорошо видно потому что вот как я отделяю сегмент на вырубки до тычинки тогда и вот я его подкладываю в композицию видите вот он же вот 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 листочек вот так вот видите и вот же эти наши сейчас сейчас как-то вот рук не хватает стала и вот же наши тычиночки видите вот они же вот так как история поэтому без этих ножей они все дружат они ну никак все все вместе ну и конечно чибор чибор тоже это наша фишка фэнтези он тоже у нас классный вы видели да это домик это теремочек висящий это тоже чип фэнтези и я вам из последней посылки взяла немножко показать ботанического вот такой у меня новогодний такой новогодний и фоновый очень люблю фоновые от фэнтези очень просто он классный тоже его сегментирую делю с быстренько я вам открою покажу и все так подарок нам леночка вожила кстати дизайн посылка еще с подарками девочки все кто не подавался или по горьким обстоятельствам не прошел в дк фэнтези подавайтесь это всегда шикарные посылки всегда щедрые и к дизайн посылки лена еще видели вы сами только что видели подарки ложат такую красоту непременно используем новогодних работах да обязательно подавайтесь в дизайн команду это рост это классно это дружно и вообще но без этого никак так все рассказала все показала если еще чего-то там сбилась не досказала или что-то вам интересно вы меня спрашиваете а мы переходим к нашим цветам значит физалисы сегодня я покажу каких сделаю конечно сложного ничего в этом нету фишка в том что просто я увидела этот нож когда открыла свой дизайн посылку и влюбилась все больше ничего в принципе и не произошло я подготовила сегодня я же вам еще не показала на штыковки но я его так люблю так с мышей до дрожи до чипборд шикарный просто очень люблю тоже чипборд фэнтези значит фишка в чем этих цветов мы привыкли все цветы выворачивать наизнанку да опять же летом наши розочки мы привыкли что все вывернуто наизнанку я просто завернула это все вовнутрь прежде чем вам расскажу как это все сделать логично это все сложно покажу вам нюанс этого ножа он мало того что сейчас сейчас он мало того что прорезает по периметру он прорезает дырки он не перфорирует их девочки смотрите он их прорезает очень хочу чтобы вы заметили смотрите вот он отлично видно видите они не просто продавлены они прорезаны при том что мелочухи здесь не остается но в самом ноже видите только серединка забивается и периметр вырубки практически нет вот такие вот они сейчас вам еще покажу смотрите смотрите видите и на беленьком три размера большой поменьше и маленький да не вот и вот это вот перфорация очень дает много возможностей если вы красите то в эти дырочки попадает краска и становится немножко темнее смотрите видите затемняется плюс это дает возможность нам потонировать восками красками и так далее так далее сейчас все покажу значит я сделала вырубку на 160 граммовой бумаги которую да мы можем купить в канцелярском магазине на карт стоке сделала красным так и на тонком карт стоке вот синие сделала это хочу вам показать идейку новогоднюю это я покажу как сделался именно вот этот физалис а на белом покажу что можно сделать с помощью красок с таким вот такой вот заготовка значит значит я буду использовать для работы вот такую штучку это из маникюрного магазина некоторые продавливают ними цветы если у вас ее нет вообще ничего страшного потому что вот эти вот концы у нас задействованы не будет не будут значит мы берем нашу заготовку продавливаем сразу серединку и начинаем просто вот так вот ставим палец все держится на месте и пальцем прижимая протягиваем вырубку видите просто как палец у нас соскальзывает вниз опять же поставили и пальцем потянули поставили зафиксировали видите и пальцем протянули если нету такого инструмента тоже не беда берем кисточку обычную кисточку поставили протянули поставили протянули поставили протянули поставили извне до делать здесь же мы и просто-напросто вниз закручиваем и закрываем его вот так вот для придания чуть чуть больше изогнутости мы можем спасибо нет мы можем вот так вот немножечко но только на том что потолще можем вот так вот еще немножечко придать формы то есть я сейчас показываю на обычной белой бумаги вот так вот выше показываю девочки я никого в эфир не шутите пожалуйста я тут сама переживаю хотя тоже очень много эфиров для фэнтези проведено но тем не менее очень я переживаю и все это коробочка закрывается значит как сделать так чтоб коробочка держалась вы конечно видите что соприкасаемых частей для склеивания здесь практически нету вот они видите но это я взяла большую закуточку здесь мне меньше сейчас мы и на меньше попробуем соприкасаемых частей практически нету как я поступала в этой ситуации из пульверизатора пульверизатора час у меня подготовленный вот он я смачивала так бы смочить без последствий так смачивала немножечко чтобы не стекала сформировала нужную мне коробочку вот так вот брала линейку канцелярскую вставляла для подсыхания себе между чем-то и где-то поставили да вот опять же такое хорошее применение воска до поставили ставили и все и она себе подсыхает нужная вам коробочка значит только что когда я показывала вы наверное могли видеть что внутри есть бусинка ну логике большой не надо да все мы запасливые девушки успех нас есть бусинки поэтому обычная бусинка клеится в середину самого нашего цветочка выбирайте себе по цвету там или уже когда она все высохнет с мы на другом попробуем показать вам так бусинку сюда давайте на маленьком красненьком попробуем еще раз закрепляем технику до поставили прокрутили поставили так прокрутили поставили спасибо большое за учительский говор так прокрутили и собрали коробочку вы конечно можете вот здесь вот фокус вы конечно вот здесь вот можете копнуть клея для надежности до чтобы не переживать а в серединку можете вклеить нашу бусинку и смотрите какой уже хорошенький цветочек у нас может до получиться на работу вот такой вот цвет только значит к чему я рассказывала очень много про эти точечки сейчас все поймете возьму темный лист и возьму воски вы же поняли да не просто так эти воски здесь оказались значит благодаря тому что эти листья с перфорацией их очень красиво тонировать получается так все покажем бумага тонкая просто хотела на темном вы знаете да воски любят темный цвет больше чем светлый вот и теперь закручиваем так вот можете сделать обычный цветочек да видите как хорошо получается можете завернуть коробочкой просто в обратную сторону видите да так мы обычно делаем вот так цветы вне а в нашем случае мы просто поворачиваем вниз так всем привет кто присоединяется всех очень рада видеть можно склеить опять же вариант двух коробочек одна закрытая вторая открытая вообще будет идеальной смотрите девочки я не знаю почему он у вас вопрос в эфире если высох волос как его реанимировать девочки я не знаю почему они у вас засыхают у меня такая оплошная случилась я плохо его закрутила он у меня больше суток простоял и слава богу ничего не произошло вот вот розовый у меня такая случилась слава богу с ним ничего не произошло я не знаю каких реанимировать честно мне очень жалко что засыхают материалы мой не вызов я знаю что есть еще разные воски не только примовские сожалению в украине доступны нам только примовские на в россии знаю есть в российские производители которые делают воски примовские не высыхают ну вот мой за сутки не высох понимаете я сказать вам ничего не могу краешки палочка для беговки но я только что показывала можно сделать и кисточкой тоже абсолютно не проблема и бусинку во внутрь кинуть так смотрите одна коробочка во внутрь вторая наружу то есть не только физалис да вот наша сохнет коробочка закрытая нет не обязательно вы можете компонировать открытую закрытую коробочку подклеиваете так вот вовнутрь подгоняете листочки и все и смотрите какая красота может то у нас получится так я не застекла время прямого эфира но ничего мы сейчас сориентируемся давайте еще потонируем красный золотом если воск не воск есть и такие то скорее всего на водной столе его водой попробуйте разбавить девочки совет дашули нашей из дизайн команды она советует попробовать воском ой водой господи во дворе это волнение так золото воск золото на красном видите а дырочки остаются не прокрашенными видите вот дальше у нас мастерица с россией она российской федерации она вот больше знакома с производителями российскими вот что я хотела показать ведь а вот эти вот перфорированные дырочки они не тонируются и смотрятся вообще отлично нужно вовнутрь завернуть до сна его прокрутим только то есть смотрите даже без особой сложности даже если вы новичок у вас все выйдет все примитивно все просто называется голь на выдумку хитра все легко все просто все понятно собирается в коробочку опять же можно сюда такую бусинку до кинуть я тут специально взяла и другие бусинки посмотрим вы себе можете новогодние сделать такие опять же украсить обложку декабрьского дневника у нас участник стартанет декабрьский дневник декабрьская совместный проект можно делать альбом можно дневник обязательно участвуйте вот вам идейка для цветочков и а вообще не ждите декабрьского ничего у нас уже идет задание по цветам ручной работы и участвовать нужно обязательно всем так это вы по воскам увидели да опять же если хотите чтобы перфорация была вниз просто прокрутите в другую сторону значит я делаю трюк в другую сторону не боясь потому что у меня плотный кардсток с бумагой 160 если я такую историю повторю будьте осторожны есть риск что может порваться хотя вот опять же здесь очень продумано я думаю не оторвется но с тонкой бумагой такой трюк лучше не повторяйте так в другую сторону видите выворачиваю повозку ну то есть вот так вот наша ягодка в середине намочили оставили высыхать захотели в уголочке вот сюда капнули клею чтобы прихватилась сейчас капну чтобы подсыхала если например боитесь вот наша заготовка уже подсохла видите все она держит форму она уже не меняется опять же ягодка но еще покрасить с вами попробуем смотрите как хорошо да на бочок ложатся когда они вот так 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 сбилась а капнуть клей хотела девчонки ой очень сложно за телефоном там все понятно сейчас будем красить тонировать еще так опять же капнула клея такой хочу наш интересно фетром так выйдет за фетр девочки не скажу фетра боюсь как огня у меня честно говоря немножко есть запасом но я не рискую так опять же чтобы не тратить время подождать пока она прихватиться засохнет просто вставили подогнали смотрите лайфхак так подогнали все и пошли своими делами заниматься пока она прихватывается и сохнет поставили себе и пошли и пошли чем заниматься а пошли попробовать еще эту всю красоту красками пробуем красками опять же будет красиво красками во первых можно сделать градиентный переход краска будет заходить по-разному значит краски у меня акварельные от rosa talent это украинская украинская производитель товаров для художников дастся все будет конечно выйдет шопу даша да и не вышло кажется у нее все выходит значит если у вас нету такой акварели ничего страшного вы можете даже детская это сделать попробовать значит здесь у меня выкрашена акварелью на видите да вот эти вот три цвета в градиентном переходе вот так вот неприятность том что нужно ждать пока она высохнет поэтому я покажу как это сделать а вы уже себе потом будете пробовать обязательно в нашем задании поучаствуйте берем нашу белую вырубку этой же гортензии акварельные краски водичка чистая мочим смачиваем изначально не прокрашенная для чего смачиваем для того чтобы потом красочка хорошо растекалась по нашей заготовки смачиваем буквально чуть-чуть совсем и расскажу вам еще такой секрет для того чтобы краски хорошо себя вели опять же водичкой смачиваем немножко наши краски тогда будете набираться экономно и прокрашивать будет хорошо так значит что обычно у нас края цветка темнее к середине он светлеет поэтому из моих трех цветов я беру самый темный пробую немножко его снимаю сейчас тебя видим отлично так и прокрашиваем видите благодаря тому что лист смоченный хорошо расходится краска по периметру отлично может провайдер перезагрузился роутер не знаю что могло произойти в общем то что наладилось уже радует смачиваем мой отлично потом берем посветлее оранжевый если у вас нету такого количества оранжевого вы просто можете белую подмешивать в самые яркие и он будет становиться все бледнее бледнее сейчас я на другом вам покажу как это делается так здесь мы покрасим нашими стандартными красками видите с оттеночками получается и не забываем да что нужно с двух сторон прокрасить потому что мы видим как и внутреннюю часть цветка так и внешнюю а на втором сейчас мы сделаем так мы возьмем темно-оранжевый сделаем край такой вот яркий потом просто наберем белой краски вот она беленькая и будем растворять наш яркий оранжевый нашей белой видите он смешивается и становится не такой яркий опять же можно подмешать сюда желтый то есть пространство для фантазии красить вырубку это тоже очень интересно видите даже если у вас один оранжевый они три это тоже ничего не страшно плюс с обратной стороны вы можете прокрасить также можете по-другому прокрасить как вашей душе будет угодно такая вот красота у нас получается она мокрая ну смотрите у нас осталось много краски беру заготовку это лайфхаки микс медийщика экономим экономим смотрите все прокрашено тут на еще одну хватит еще минут 20 отлично 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 сейчас покажу как можно ее красить как раз из-за из-за этих вот дырочек краска лишняя уходит и смотрится вообще все классно я вам хочу сказать девочки про кружевая бинтики я когда делаю фон акварельный меня очень много красок стекает и я всегда подкладываю белую чертежную бумагу или акварельную бумагу и вот когда ты красишь и это все стекает она вот так вот высыхает потом слоями и на ней можно делать вырубку вот видите вот это вот вырубка словец сны перья называется он вот это вот вырубка была покрашена лист был покрашен когда я делала фон она все стекала я то есть наклоняла работу по уголочку вся краска стекала у меня на вот этот лист а потом когда он высох я просто прокатала в машинке с ножом и вот получилось и она хорошо импонирует с фоном то есть она играет потому что из цвета которые стекали отсюда в они здесь есть он не выбивается но в то же время он немножко темнее потому что на него натекло больше и он темнее вышел у меня а вот видите вот он темнее получился вот поэтому ничего не должно пропадать работаете на какой-то листик себе все стекает а потом из него можно и вырубку сделать какой-то же вам секретик микс медийный так сейчас я еще одну сделаю чтобы у меня было четное количество я люблю когда четненько у кого есть вопросики по ножам по чипикам по совместному проекту спрашивайте я к сожалению не готовлю проект девочки тут есть которые принимают участие поэтому с радостью вам ответят и очень вас приглашаю всех в задание цветы потому что с тем количеством ножей которые производят фэнтези ну просто грех не участвовать все делаем все любим все знаем их участвуйте непременно в задании погуляйте по линком вдохновитесь может какие-то новые для себя увидите так это мы сделали с вами осеннюю раскраску сейчас хочу предложить вам сделать зимнюю то есть мы с вами есть что делаем мы с вами тонируем до наши белые заготовки под нужные нам цвета и по той же технологии которую я показывала с прокручиванием и заворачиванием вы просто потом делаете себе цветы можете двойные да как мы вот показывали делать можете одинарные вот как физалисы они вообще тоненькие и в основе ягодка вы можете насыпать бисера микро бисера и положить бусинку капельку эмалевую сделать то есть то что вашей душе будет угодно так пробуем голубую знать еще хочу хотела сказать не забыла смотрите у этого ножа есть дырочка очень хорошо для тех кто делает вставлять сюда тычинки вот бывают такие ножи у производителей у которых нету этой дырочки вроде такая мелочь нету дырочки а на самом деле это очень большая сложность потом потому что сделайте ее аккуратно продырявить и потом сунуть туда эти тычинки сложно ведь и в этом ножа есть кого дырочка поэтому вы можете сюда и тычиночки поселить так предлагаю попробовать зимнюю раскраску мочи немножко вытрим лишние и уже там по моему лужа образовалась так пробуем зимнюю синюю раскраску ой подвинула вас извините очень интересная вот вот эта перфорация и благодаря ей очень интересно прокрашивание происходит и красивый результат я как бы показала до физалис и осенние такие посылка пришла в начале октября я вдохновилась а вообще можно зимние цветы спокойно сделать не только и нежно розовые можно сделать да те люди которые делают много детских работ знают что розовыми цветами запастись нужно в общем ножи эти универсальные и подходят абсолютно всем так смотрите как красиво он попадает в дырочки эта краска и она там же и высыхает потом на высушенную заготовку просто прокручиваете до заворачиваете коробочку либо и на извне до проворачиваете как она задумана обычным цветком и все видите еще благодаря вот делаю с вами и понимаю что благодаря этим дырочкам лишняя вода уходит с цветка и он не раскисает так из-за того что она мокрая но очень красиво растекается девчонки но вы хоть там скажите вдохновились признавайтесь вдохновили мы вас сегодня вдохновили или нет признавайтесь будете творить так каким еще цветом попробуем сделать розовым попробуем ярким брызгаем вдохновлены так что пробуйте пробуйте делать цветы новые ножи да шуль ты у нас там сокровищница ножей фэнтези да скажите удачный нож что значит смотрите как хорошо видно как краска заходит в эти перфорированные точки вот на этом отлично получилось докрасим и сейчас немножко затонируем там у нас эфир уже наверно концу подходит в общем тонировать обязательно пробуйте и восками и красками бывают такие наборы бумаги просто со сложными цветами а последнее время производители любят такие цветы вот вы знаете да прима выпустила просто невероятно синие и жутко розовые ярко розовые пилот этими цветами там по моему пионы есть бумагу вот где-то такие цветы вообще раздобудешь кремовских не накупишься а где-то их раздобудешь поэтому вот вам вариант на белой бумаги вырубили нужные вам цветы покрасили их будут чьи там это розы опять же те гортензии лилии но без разницы что у вас там вы просто себе покрасили в тот цвет который вам нужен и все детальки маленькие кружочки да эти ножи увидите смотрите приемчик вам быстренько показала забыла с брызгалки брызгать просто мокрой кисточкой намочила тоже так можете пробовать так ну что напоследок какой цвет сделаем попробуем голубенький сделать небес некий такой такой вот нежный что мы фиолетовый с вами не попробовали а вот у меня там еще есть парочка фиолетовых сейчас мы попробуем фокус есть делаем плавный переход он при высыхании они немножко поблекнут так давайте фиолетовым сделаем что это я так про фиолетовый то забыла более у меня то такой фиолетовый яркий пробуйте даже если у вас нету даже если у вас нету специальной какой-то акварель и вы можете обычной детской попробовать сделать то же самое с вырубкой и непременно отметьтесь у нас задание со своими работами потому что с нашими ножами даже такой худой цвет отдел как я может сделать красоту не то нет в принципе я думаю что мы все рассказали все показали будем теперь ждать наших девочек в работе с работами цветами из ножей и всем советую заглянуть магазинчик потому что с нашим количеством ножей мы даже дизайн командой не всеми успеваем пользоваться поэтому обязательно загляните в раздел ножи для цветов и пополните свой запас потому что я уверена что у каждой рукодельницы есть цветы нож для создания цветов но еще какой-то непременно захочется значит сегодня мы работали с ножиком гортензия фантазийная пятнистая код у нее fd 813 вот этот ножик большой средний и поменьше его размера из него вы можете сделать физалис приклеив середину бусинку и из него вы можете сделать двойной цветок вовнутрь другой наружу распущены придумать свой зимний интересный цветок и конечно вы можете затонировать вырубку и сделать цветы которые нужны именно под ваш проект под вашу сложную расцветку бумаги под вашу идею под вашу идею этот вам про идею кстати сложные цвета вот такую вот изумрудную розу я бы вряд ли нашла в продаже а если нашла то потеряла бы и много времени и денег на доставку и так далее а так с помощью ножа она сделана из белой бумаги и просто выкрашена в изумрудный цвет обычной акварельной краской вот так что вот так вот обязательно заходите к нам магазинчик я всем благодарна за эфир я очень рада что все ко мне заглянули спасибо большое за сердечки почему-то особенно люблю не знаю все таки или только я в общем да и вот подсох наш цветочек которые мы до для подстраховки по уголочкам глоссе акцентом прокал поле вы знаете что после высыхания глоссе становится абсолютно прозрачным опять же кидаем сюда бусинку и это уже конечно немножко не рубиновый в отличие от моей работы но тоже до бочком приклеили в середине перфора перфорация которая затонирована золотом и смотрится отлично так все всем все рассказала всем все показала ждем вас наших прямых эфирах заданиях непременно в магазине и до новых встреч все всем спасибо всех целую люблю пока пока приходите к нам пока пока и и и и Субтитры создавал DimaTorzok